Доброе утро, друзья! Солнечная погода, о которой говорил коллега, знаменует, несомненно, начало прямого эфира программы Орнет сегодня от 8 апреля 2013 года. Мы звучим на 99.6 в Москве или онлайн на финанс.фм. Также там онлайн можете видеть гостей моей студии, сегодня находящихся здесь по видеотрансляции. Кстати говоря, для гостей покажу рукой на камеру, она находится в углу. А гости, которые сегодня присутствуют тут, следующие. Анна Ветринская, гендиректор агентства перформанс-маркетинга Адвентум. Анна, приветствую! Добрый день! Владимир Долгов, гендиректор ebay. Здравствуйте! Здравствуйте! Значит, экс-руководитель... Также вот у меня есть указано, что вы экс-руководитель российского Google. И это было. Хотел сказать через запятую, но нет. Значит, ты, наконец, Александр Алимов. У нас сегодня три эксперта, директор по развитию U-Road. Приветствую! Добрый день! Значит, коллеги, для вас, традиционно, для тех, кто нас слушает за пределами этой студии, думаю, что нас несколько больше, чем четверо аудитории этой программы, расскажу о главных событиях, которые будем освещать сегодня. Значит, главное событие, которое окажется в фокусе, внимание, следующее. Компания Яндекс представила исследование, касающееся развития интернета в России. В каких регионах это стало более доступным? Каковы темпы роста интернет-аудитории? Кем, собственно говоря, приостает Рунет и как долго он будет это делать? Вторая новость, которая отведена нами в разряд главных новостей недели. Интернет-аукцион eBay отчитался о своих успехах в России. Сколько потратили россияне на покупки на этой торговой площадке? Какова стратегия дальнейшей экспансии американского гиганта в Рунете? С комментариями, собственно, руководителя eBay по России, находящейся сейчас в нашей студии, как уже было сказано, это Владимир Долгов. Ну и третья новость. Facebook представил собственную программную оболочку для смартфонов и планшетов на базе Android. Как это повлияет на развитие самой соцсети, а также на развитие мобильной технологии в целом? Это главные новости. Еще скажу, вот мы сделали небольшую традицию на прошлой программе, скажу сегодня. Вспомню о дате, которая случилась на прошлой неделе, важной для нашей области, для онлайна, для Рунета в частности. Вчера, именно 7 апреля, доменная зона РУ отпраздновала свое 19-летие. Именно 7 апреля корпорация ICAN делегировала России домен РУ. Ранее пользовались доменной зоной СУ, то есть могли получить бы раньше, но там как-то вот с Советским Союзом получилось, что нам хотели те буквы писать. В итоге показалось, что более перспективными оказались буквы RU. Таким образом, собственно, и появился Рунет. Вот, значит, сказан эпиграф, сказаны анонсы главных новостей, а сейчас традиционно экспресс-обсуждение. Рунет сегодня. Значит, напомню, что здесь мы берем все те новости, которые не вошли в подборку основных, и поэтому не будут рваться особенно основательно, но о них не сказать мы не можем. Значит, первая из этих новостей, это подробности сделки объединения компаний Субмедиа и Рамблер Афиша. Как сообщает Дарья Твердомости, сделка безденежная. Партнеры Александр Мамут и Владимир Потанин получили по 50% объединенной компании. То есть, такая джентльменская договоренность, явно, что там дело все-таки шло не совсем про деньги, не делили со счетами, это точно. И Мамут обязался через три года выкупить долю Потанина, если тот захочет выйти из бизнеса. Это вообще пацанская договоренность, на самом деле, получается. Цена выкупа и зафиксирована в договоре. Вот такая вот до сих пор еще будражащая Рунет сделка. Как вы ее прокомментируете сегодня, Владимир? Ну, как бы, очевидная тенденция консолидации больших ресурсов еще более большие. Вопрос в том, как сработает математика, один-один будет равняться двум или чуть больше двух? Или отрицательным значением, как-то уж что-то же бывает. Ну, я как-то оптимистично. Пойдем дальше. Домен регистратора Руцентр был признан виновным в сговоре при регистрации домена в зоне РФ. Такое решение вынес президенту высшего пардона репетажного суда. В соответствии с ним регистратор должен заплатить штраф в размере 240 миллионов рублей. Напомню, что при запуске зоны РФ был установлен лимит. Регистратор решался обработать не более 4,8 тысяч заявок на новые домены в час. Однако Руцентр в первые часы превысил это количество заявок на некоторое количество, не то чтобы очень сильно. Ваше отношение к этому, Александр? Да, мне кажется, не совсем справедливый штраф, потому что Руцентр и так является лидером рынка. То есть остальные регистраторы... Надо было больше брать. Больше брать, да. То есть они забрали на себя честно. 240 миллионов всего-навсего. Они же никого не принуждали, то есть в принципе в Руцентр приходили заявки свободные от пользователя, да? Там такая была история, смотрите, я понял, что вы поддержите мою шутку, я имел в виду, что больше штрафа надо было брать. Значит, смотрите, там такая была история. Руцентр якобы регистрировал домен не только на тех, кто приходил к нему, но и на себя, так сказать, про запас. Именно это вызвало вопросы страны и других игроков в отрасли, и в итоге вот такое присуждение штрафа. Да, и затем были там аукционы, насколько я понимаю. Да, ну то есть это киберсквотинг в принципе справедливый. Ну, если компания сидела на раздаче доменов, то, разумеется, она имела первую руку в том, чтобы эти домены прихватить и таким образом не напрямую продать пользователю, который запросил домен x или домен y.rf, ясное дело, а сначала купить себе наиболее такие вот симпатичные и потом уже по аукциону раздать. Вот это, собственно, и было наказано. Ну, в общем, вот так решил высший арбитражный суд. Как мы говорили за эфиром, у нас суд справедливый, поэтому, несомненно... Дорожайте законы, хорошо. Несомненно, он прав. Дорого. Дорого. В общем, мне кажется, хороший пример и хороший урок, потому что регистраторы действительно, ну, такие должны быть довольно, я бы сказал, кристально чистые люди должны быть, поскольку уже очень много у них возможностей для спекуляции. И очень важно, чтобы эта честность сохранялась. И идем дальше. В СМИ просочилась информация о том, что правительство готовит закон о борьбе с пиратством в интернете. На основе проекта лежит идея, в основе проекта лежит идея о том, что необходимо разрешить досудебную блокировку пиратской музыки и фильмов. Вот таким образом, то есть, предлагается создание реестра легального контента и нелегального контента. Анна, вот как тебе такая перспективка, учитывая то, что у нас не пиратского контента, я бы сказал, кот наплакал. Да, и сразу встает вопрос, а что случится с самой крупной медийной социальной сетью, в которой такого контента более чем много. И с точки зрения, конечно, такого закона, такой закон, в моем мнении, стране нужен, но как он будет работать в России, где наш менталитет особенный, да, и, собственно, рука у людей не поднимается оплатить программное обеспечение или какой-то контент. Ну, в последнее время все-таки начинает подниматься, надо сказать, но, правда, медленно. Медленно, медленно. Это как в анекдоте просто, медленно встает. Какие-то шутки пошли. Так. Но с точки зрения бизнеса и, если говорить о развитии, опять же, такого контента цифрового, я считаю, что нужно развивать законопроекты, с другой стороны, как это будет регулироваться, да, и как это быстро будет внедряться. Совсем коротко, Владимир, ваше мнение, вот нужно развивать законопроекты, то есть нужно кнутом действовать или самосознание пользователей о том, что нужно платить, друзья, это создано какими-то руками, вот что с какой стороны идти? Я думаю, и так, и так, просто такого рода законопроекты оставляют, на самом деле, очень нехорошие лазейки для конкурентной борьбы. Вот это еще одна сторона, да. И вот концепция того, что есть на Западе, тихой гавани, как они называют, сейф-харбор, когда ответственность провайдера наступает после уведомления, мне кажется, гораздо более симпатичная. Уж досудебная, но это совсем как-то. Здесь много всего. И досудебная, и то, что пиратский контент. Ну, действительно, представим себе, что закон вступил в силу. То моментально главная российская социальная сеть исчезает с поля зрения РУНОТа, потому что она... Ладно бы только она. Вообще российский интернет переставит существовать как класс. Ну, я бы так не говорил совсем уж, но видео, аудио, хостинги, ну и прежде всего, повторюсь, ВКонтакте, она просто вот выключается, попадает в реестр и больше недоступна. Какой плюс получают одноклассники в Фейсбук? Едем дальше. Роскомнадзор внес в черный список сайтов 15 страниц в Википедии, однако не хочет закрывать ресурс полностью и собирается сказать компромисс. В основном под запрет попали статьи о наркотиках. Вот само введение списка Роскомнадзором, насколько, на ваш взгляд, Александр, сегодня корректно? Ну, на мой взгляд, это вопрос исключительно политический, то есть показывают, что выбирается какой-то определенный контент и убирается из эфира полностью, да? То есть там, насколько я помню, там про какую-то статью курения... То есть, ну, вот 15 статей, которые были убраны из Википедии, они... Мы тоже СМИ, мы тоже СМИ, нужно говорить курение Нельса. А, Нельса. Вот так вот. То есть, как раз все 15 статей... Чтобы нас не везли куда-нибудь. Они носили чисто информационный характер, никому ничего, ну, то есть, не навязывали, не принуждали, поэтому, на мой взгляд, это... Это тонкая грань, когда вот можно, то есть, в такой степени можно говорить о вещах, в общем-то, запретных, и когда информация, предоставить информацию, становится пропагандой. Что ты хочешь сказать, Тань? Ну, да, на самом деле, по-моему, самая громкая история там была с Ютьюбом, да, о том, что там какой-то запретили тоже контент на Ютьюбе, если я не ошибаюсь. Можно быть, не помню. На Ютьюбе постоянно что-нибудь запрещают, и причем не только Роскомнадзор, но уже и Роспотребнадзор, если я правильно помню эту аббревиатуру, уже начал выступать и говорить, ну, что же вы такое делаете-то, Ютьюб? Ну, вот, да, на мой взгляд... Правда-правда, там есть этикетка Боржоми? Да, и ведомство Онищенко, но, тем не менее, вот именно они, причем у них же была петиция на прошлой неделе, вы не помните? Нужно не следить за этим. А там прям чуть не война уже между Роспотребнадзором и Ютьюб. Причем кто из них, кто кого поборет, кит или слон, учитывая разницу экосистем, в которой у них живут. Вот это больше такой, мне кажется, показательный процесс, и здесь нужно заниматься действительно проблемой, да, а не устраивать какие-то такие показательные порты. Едем дальше. В СМИ появились слухи о том, что Google хочет приобрести WhatsApp. Якобы сделка находится в стадии переговоров, и якобы речь идет о цене в миллиард долларов. Я уже на тему шутил за эфиром о том, что миллиард долларов – это, видимо, такая неразменная купюра, которую кладут на стол при покупке любого большого стартапа. Совсем коротко, в 10-15 секунд, Владимир, вот реально такая сделка? Никаких идей, непонятно. Ну, в принципе, Google неплохо бы такую штуку в конюшне иметь. Ответ Фейсбуку на покупку Инстаграма. Долго думали, подступались, но вообще WhatsApp сегодня – это мессенджер, который занимает значительную долю рынка, замечает собой СМС во многом, но, в общем, весьма о себе. Мы продолжим разговор о главных событиях Рунета в экспресс-обсуждении через буквально минуту, и у нас впереди еще немало интересных новостей. Мы продолжаем 11.07. Рунет сегодня в эфире «Финам.ФМ». Напомню, что это программа от 8 апреля 2013 года. Я все время оговариваю с ним, называя неправильный год. Все еще автоматически, видимо, через полгода запомню. Итак, значит, 2013 года, я говорю, для тех, кто слушает нас в подкасте, что рекомендую делать всем тем, кто этого до сих пор не осуществляет. Вы можете, подписавшись на ленту подкаста либо в iTunes, либо на сайте «Финам.ФМ», получать новые эпизоды «Рунет сегодня», даже если вы нас не слышите в прямом эфире, в котором мы находимся сейчас. Напомню, что меня зовут Максим Спиридонов, о гости выпуска Владимир Долгов, гендиректор eBay «Россия», Анна Ветринская, гендиректор агентства перформанс-маркетинга «Адвентум» и Александр Алимов, директор по развитию «Юроуд». Значит, вместе с экспертами, находящимися в моей студии, мы расставляем точки над «и», делаем резюме некое событие в неделе и, в общем, высказываем, пытаемся найти связи, высказываем отношения. Значит, у нас экспресс-обсуждение. Мы остановились на том, что Google пытался купить WhatsApp или пытается купить WhatsApp. Купил, не купил, пока еще непонятно до конца. Значит, далее. Что взять еще? Смотрю, просто новостей много, а все мы на ней не успеем. Например, следующее. В «Ростелеком» блокировал некоторые IP-адреса блокплатформы «Блогер» от Google. Это еще одно к вопросу о таком вот некой пикировке между российским ведомством и Google-корпорацией, которая, как известно, в общем, к России имеет практически никакое отношение. Владимир, а вот в вашей точке зрения Россия на сегодня, она, имея в виду исполнительную власть, она принимает нахождение в виртуальном пространстве такого большого количества западных корпораций. Google, Facebook в меньшей степени, но тем не менее присутствующий. Это сильно недопсодоставляет стране? Ну, я имею в виду исполнительной власти. Не знаю, но, понимаете, здесь можно принимать, можно не принимать, а потом посмотреть на экран и выяснить, что ты работаешь в Microsoft Office на операционной системе Windows. Вы имеете в виду правительства? Да. Ну, есть такое. В общем, то есть они более-менее с этим мирятся? Ну, а как? Это интернет, он трансграничен. Там нет же ничего такого. Блокирование по IP-адресам, я считаю, вообще это совершенно какое-то не очень хорошее дело, потому что ты блокируешь IP-адрес блогера, на котором висят там сотни, а то и десятки тысяч блогов. Страдают все. Но в этом смысле все чаще звучат голоса, что нужно блокировать только по УРЛу. Конечно. Буквально блокировать страницу, каждую конкретную. Значит, Роспотребнадзорство, я об этом говорил, распространил очередное заявление о том, что судебное обжалование решения о включении страниц в реестр запрещенных сайтов направлено на противодействие реализации законодательства о борьбе с вредной для детей информацией. Иными словами, Роспотребнадзор настаивает, что не нужно никаких судов, нужно немедленно вешать, сажать и расстреливать. Как вам такое, Александр? На мой взгляд, если речь идет именно об ограничении для детей, то здесь должен работать какой-то софт специализированный на компьютере, который ограничивает доступ к тем или иным страницам. То есть в зависимости от контента плюс 16, плюс 18 и так далее. А кому должен-то? То есть фактически как это будет реализовано? Вот сейчас дети имеют часто доступ самый полноценный. И попытки это урегулировать родительским надзором или государственно пока еще, ну, по крайней мере, к конечному состоянию не пришли. Ну, вот, насколько я знаю, пару недель назад в Диджитов Октобра была конференция, посвященная именно детскому интернету. И там озвучивали такую статистику, что, в принципе, большинство софта родительского контроля, да, который устанавливается на компьютере, 90% вредных таких, скажем, плохих доменов уже закрывает. То есть, в принципе, статистика обновляется теми же самыми родителями, которые уже с этого же компьютера производят серфинг. И при нажатии на одну кнопку... Гипетически понятно. Но сейчас мы быстро не сможем это провести, потому что нет времени на это. Но вот можно было провести голосование. Какое количество родителей реально используют инструмент родительского контроля? Я думаю, что это единица процентов. Анна, как думаешь? Ну, я думаю, что это уже... Хотя и не родители. Критически мало. Едем дальше. Значит, Саудовская Аравия назвала скайп и ватсап нарушителями закона. Вот это просто как короткой строкой. В государствах, где правительство чуть крепче держит за горло свое население, там уже серьезно задумываются о том, что большие корпорации, в том числе коммуникационные, информационные, международные корпорации, они, в общем, на самом деле не по закону живут. Ну, по крайней мере, не по закону Саудовской Аравии. Надеюсь, что мы до этого не доживем. Далее. Канада запустила программу Startup Fizz, которая позволит стартаперам жить и работать в стране. Страны, кстати говоря, сейчас, по-моему, все активнее начинают заниматься притягиванием коалифицированных кадров. И это движение, по-моему, только в самом-самом начале. Америка об этом начинает говорить. Сейчас, кстати, Цукерберг, как вы знаете, затеял... Партию. Да, ну, партию не знаю пока. Партию уже. Партию уже, да. Слышал о петиции, которая была подписана многими топ-менеджерами американского интернета. О том, что, мол, давайте, льготные условия для любых специалистов, которые приезжают в Америку, способных работать в онлайн-среде. Ну, и, наверное, последнее, что возьмем. Заработал сервис для продвижения общественных инициатив россиян в парламент. ROI.ru. Ресурс, создан фондом республикционной демократии Ильи Масуха. Он же, как он утверждает, на его собственные деньги. Илья Масуха, это бывший замминистра связи в предыдущем правительстве. И он не сошелся, как я понимаю, почему там был довольно публичный скандал. Не сошелся с господином Никифоровым, сегодняшним министром связи. Вот. И вот такую инициативу затеял. По-моему, очень любопытная история. В Америке есть подобное, чуть ли не буквально подобное, работающее по принципу. Люди собрали достаточное количество подписей под петицией. И она идет на рассмотрение правительства или там Конгресса, парламента. Не знаю, как это происходит. Анна, как тебе вот такая вот история? Ты будешь подписывать петиции в Госдуму виртуально? Максим, сразу какой вопрос задал. На самом деле, мне больше всего сарказмом отношусь к названию ROI.ru. Это как дословно экономический термин возврат инвестиций. Да. Вот. Ну, мне кажется, инициатива правильная. Возврат инвестиций Ильи Масуха, если это личная инвестиция. Да, да, да. Вот. Инициатива правильная. И интересно, что из этого получится. Я бы поучаствовала. Есть значительное количество новостей еще. К сожалению, не успеваем. Но скажу о том, что все больше газет американцев становятся платными. И уже по исследованию, по-моему, 12 из 20 крупнейших закрывают контент и продают доступ. Интересная информация о том, что британская библиотека объявила о запуске проекта по архивированию всех сайтов страны. И вот они решили, что нужно обязательно пойти обратно заархивировать и не дать пропасть наследию национальному виртуальности. Можно сказать о том, что одноклассники испытали жесткий очень сбой. Вы знаете, наверное, все о том, что несколько дней они лежали, ну, не при смерти, но в серьезной болезни. И вот, наконец, вроде как встали. И, слава богу, у них все. Говорят, что просто оборудование барахлило. И много другого. Но нужно идти дальше. Здесь скажу вот о чем. Мы переходим к одной из главных новостей. И сейчас, смотрите, чуть более 50% россиян. Перед обсуждением следующей новости спрошу вас, коллеги, в какой предельный процент, на ваш взгляд, насыщения интернета? Из 100%. Сейчас 50, 51, 52, да? Анна, как думаешь, сколько там может оказаться в пределе? Ну, в пределе через сколько лет, скорее? Давай скажем, через 5. Ну, лет через 5, я думаю, что процентов 87, может быть, вот так вот. Почему-то мне так вот кажется. 85. Александр? 70-75. То есть за счет старшего поколения, которое, скорее всего, не будет им пользоваться, то есть классический. То есть, в общем, рост к 100% будет идти по мере естественной убыли населения. То есть старое поколение, уходя из жизни, к сожалению, оно будет, в общем, уносить свое непользование интернетом. А новый будет пользоваться на 100%. Так, Владимир? Ну, на самом деле, есть статистика мировая, от 75 до 82%. Причем, там есть очень забавная зависимость. Чем севернее страна, тем выше процент. Самый высокий Швейцарь, Финляндия, Норвегия. Холодно гулять по улицам, можно сидеть дома и торчать в интернете. Ну, вот 82 максимум. Сейчас послушаем про то, как Яндекс всех посчитал и что из этого вышло. Компания Яндекса опубликовала исследования о развитии интернета в России. Как свидетельствуют предоставленные данные, рост интернета аудитории за прошедший год замедлился. С осени 2011 по осень 2012 количество пользователей сети увеличилось на 12%, в то время как годом ранее прирост составил 17%. В то же время аудитория мобильного интернета увеличилась на 35% и превысила планку в 16 миллионов человек. Ссылаясь на фонд, следователи утверждают, что мечная аудитория интернета в России составляет на целое 0,2 миллиона человек старше 18 лет. Это более половины всего совершеннолетнего населения страны. Три четверти из них, 47 миллионов человек, выходит в сеть ежедневно. Можно ли сказать коллеге, что первичное освещение Рунета произошло и все, кто мог и хотел, уже вышли в сеть? Я думаю, что нет. 52% пенетрейшн или проникновения это достаточно мало. И если так сравнивать, то это примерно пенетрейшн Турции или пенетрейшн Эквадора. И здесь, естественно, вопрос, чем будет прирастать интернет, несомненно, поколениям, возрастом и регионами. Если посмотреть, то у пенетрейшн Москвы порядка 70%, и мобильная реклама. Так что освещение это достаточно далеко. Есть рекорд, такие же, собственно, и сам Яндекс делает. У нас есть комментарий, если не ошибаюсь, запись. Можно поставить его? За 2012 год аудитория интернета выросла на 12%. То есть сейчас 61 миллион россиян старше 18 лет пользуются интернетом. Причем пользуются большинство из них практически каждый день. Ситуация по России, она очень разная. Если в Москве и Петербурге проникновение уже 70%, то в городах более маленьких проникновение стали 50-60%. При этом в столицах рост аудитории интернета вырос за год на 0,6-1,5% процентных пунктов. А в городах более маленьких продолжает расти. И, конечно, заметно отличается от общей картины. Это сельская местность, там всего лишь 37% аудитории интернета. Еще одна очень важная тенденция – это скорость фиксированного доступа. По нашим оценкам, за год в среднем по России она выросла в 3-4 раза. То есть если год назад за 500-600 рублей в регионах можно было купить доступ до 5-10 мегабит в секунду, то сейчас это уже 20-30 мегабит в секунду. И причем интересно, что здесь лидирует не Москва, а Петербург. Еще одна очень важная тенденция – это заметный рост числа людей, которые выходят в интернет с мобильных устройств. Здесь рост аудитории, то есть людей, которые регулярно выходят в интернет с мобильных, выросло более чем на треть. Это был комментарий из Яндекса Николай Агай, аналитик собственной компании. Ну, в общем, речь о том, наверное, в этом отчете, в двух словах, что интернет растет в мобильных устройствах, растет регионами старшим поколениям, и очень сильно все зависит от того, как инфраструктура подобралась за приемлемые деньги к потенциальному или фактическому пользователю. Так получается? Ну, на самом деле, я бы не сказал, что он растет за счет мобильного доступа, в мобильный, скорее, идет перекачка с десктопа, а он продолжает прирастать уже медленнее, но что понятно, 60 миллионов – это 60% населения, 18+. Да, это много. Понятно, что там, вот я говорю, если говорить о пределе, там 75% примерно, нам осталось не так уж далеко до этого. Ну, дополню, да, то, что не стоит забывать все равно, что объем аудитории на данный момент в России, 61,2 миллиона, это первое место по Европе, то есть не так уж нас и мало. И, собственно, как мне кажется, опять же, будет расти количество точек, кроссплатформенность, да, о которой так много говорится, вот, и частота выхода в интернет, и приятно, когда ты работаешь все-таки на растущем рынке. Чрезвычайно приятно. А тебе, Александр? Мне кажется, что честно считать проникновение от скорости, то есть вот есть вот минимальный порог, хотя бы несколько мегабит, да, для того, чтобы полноценно можно было серфить в интернете, то есть это доступы и видео-хостинга, и аудио-хостинга, и считать проникновением, ну, хотя бы от двух от трех мегабит. Угу. После выпуска новостей мы вернемся к вам с рассказом о серьезных видах американского онлайн-аукциона, чьи комментарии у нас есть в студии, американского аукциона eBay на российский, собственно, рынок. Между тем мы продолжаем. Это Рунет сегодня, программа о главных событиях в сети, в онлайне, в церковном пространстве, о том, что случилось за неделю. Мы собираем все воедино, расставляем акценты, получаем комментарии экспертов, которые регулярно приходят в нашу студию, собственно, еженедельно приходят в нашу студию, для того, чтобы вместе со мной обсудить те самые прошедшие события. Меня зовут Максим Спиридонов, в гости выпуска Анна Ветринская, гендиректор агентства перформанс-смартинга Адвенту, Владимир Долгов, гендиректор eBay Russia, правильно называю, да? Да, да, да. Правильно. И Александр Алимов, директор по развитию U-Road. Коллеги, эксперты рынка часто любят размышлять о том, почему ни в одной из ниш интернет-бизнеса в Рунете лидерство не смогли захватить глобальные онлайн-корпорации. По крайней мере, полноценно, это уж точно. Ни Google в поиске, ни Facebook в социальных сетях, ни Amazon электронной коммерции не стали лидерами, а порой, в общем, как Amazon, например, практически незаметны на российском рынке. Отчего так? Вот почему Россия настолько самобытна, если может так уразиться? Анна, твое мнение. Ой, ну я затрудняюсь ответить, на самом деле, на этот вопрос. Окей, Александр. Мне кажется, виноваты сами компании, то есть они медленно и долго выходили на нашу... Я думал, что виноваты россияны, я не скажу. Но если виноваты компании, то все, можно выдохнуть. Ну почему? У нас есть свои, да скажем, национальные герои, тот же Яндекс, да, это достаточно большая компания, но правда она кроме России нигде развиться никак не может. То есть они пытались выходить в Стамбул, там завоевали целых 2% рынка видеоконтента, выходили в Европу, и там это 0,2% это наши же, собственно, соотечественники. Вот. Так же и интернет-магазины, то есть есть вот национальный Азон.ру, Энтер, который достаточно быстро развился, Амазон, про это, мне кажется, знает только единицы. Ну то есть почва России настолько специфическая, что на Евро ставит только национальное достояние, полноценно. Да, мне кажется, они и сами недооценивают российский рынок, то есть объем продаж, которые здесь возможны. В каком-то смысле можно это адресовать, они вот это вот, они недооценивают Владимиру Долгову, который несколько лет руководил российским Google, собственно, прямо со стартапа до недавнего времени. Ну да, нет, ну на самом деле, я думаю, что основная причина состоит в том, что все-таки интернет и интернет-бизнес, он действительно трансграничен, и одинаковые идеи приходят в голову многим людям, и в тот момент, когда большие компании приходят в Россию, выясняется, что здесь есть уже своя среда такого рода, достаточно высококонкурентная, сложившаяся. Понятно, что вхождение дается гораздо сложнее. Вот, я на самом деле думаю, что как раз вот... Но ведь это во всех странах так, он везде трансграничен. Да, но здесь, тут, скажем, окей, да, хорошо, он везде трансграничен. Но если посмотреть на потенциалы других стран, то выясняется, что это же не только желание создать бизнес, это еще и существующая основа, да, то есть наличие большого количества квалифицированных кадров. А здесь в России все хорошо, в Китае все хорошо. Почему, собственно, и проблемы вот у больших компаний в этих самых странах, да? Потому что сделать хороший проект на хорошем уровне кадров хватит. Ну, то есть, иными словами, если в стране есть достаточное количество подготовленных специалистов, которые впитывают идеи, хватывают их и делают свои интерпретации, или попросту клоны того, что растет в Америке, пока американский филиал доходит до этой страны, там уже, опа, а у нас есть... Так получается? Получается. Забавно. Ну, ладно, сейчас поговорим о том, как чувствует себя в России одна из крупнейших торговых онлайн-площадок мира – eBay. 400 миллионов долларов было потрачено российскими пользователями сети за прошедший год на американском онлайн-аукционе eBay. Об этом сообщил руководитель российского направления корпорации Владимир Долгов на пресс-конференции в российской столице. Более 80% заказов пришлись на Москву и Санкт-Петербург. Чаще всего россияне предпочитали приобретать одежду и технику. Вот такие дела. Было также объявлено, что сайт ebay.com переведен на русский язык. На ebay.ru перестает переадресация. Уже нет. Уже не стоит? А, уже нет. В смысле, да, переадресация, потому что, когда вы наберете ebay.ru, то вы попадете на ebay.com с интерфейсом на русском языке. Ага. А с 8 апреля, то есть сегодня будет запущена телевизионная реклама с сервисом на крупнейших каналах? Надеюсь, уже идет. Ага. Мы не имеем возможности проконтролировать, поскольку у нас нет телевизора в студии, но будем надеяться и верить в медиапланы. Как уже понял, слушатели, глава российского ebay Владимир Долгов сегодня в нашей студии. Владимир, каковы масштабы вообще рекламной кампании, которую начинают ebay? Какие результаты хотите получить? Ну, как говорилось, это реклама на телевидении, это реклама на федеральных каналах и на нишевых каналах. Это поддержка рекламной кампании в интернете, то есть цифровая реклама. А результаты, ну, очень простые. Мы хотим, чтобы о нас узнало больше людей в России, и мы получили, в общем-то, еще больше клиентов и покупателей. А на сегодня ebay доволен тем потоком покупок, которые делаются из России? Вы знаете, да. Потому что если вот цифра, которую мы объявили на прошлой неделе, больше 400 миллионов, это, ну, достаточно серьезная. Если посмотреть даже на, ну, нету результатов 2012 года еще пока по интернет-коммерции, но, тем не менее, в любом случае ebay будет в топе игроков, заведомо, я думаю, что в первой пятерке. А если смотреть по тому, что на языке обычной коммерции называется like for like, да, то есть если сравнивать яблоки с яблоками, а именно, что есть интернет-магазины, у которых сильная B2B-компонента, да, например. Или есть бизнесы, которых нет у других игроков, например, продаются физические товары и электронный контент, билеты, музыка, то вот тут вот, я думаю, что все будет еще интереснее. А вообще, что мотивирует россиян покупать ebay? Выгода? Выгода спорна, потому что надо считать точно, во что тебе обойдется покупка с учетом доставки и достаточно большого срока. Ассортимент, потому что две самые популярные категории, которые покупают, это одежда электроника, это те самые вертикали, в которых выбор настолько велик, что ни один офлайновый магазин его не в состоянии поместить на свои полки. Но онлайновый-то способен, российские гипермаркеты представляют подобное. Для того, чтобы это сделать, это надо привести. Я сразу отвечаю на вопрос, кто является нашими конкурентами в России, ответ никто. Потому что мы продаем то, чего в России нет, а интернет-магазины в России продают то, что в России есть. Но, иными словами, главный ваш козырь, это те предложения американского, европейского рынка, которые... Европейского, американского и азиатского, да. Азиатского, но не китайского. Азиатского, нет, азиатского там немножко больше, там не только Китай, там Гонконг, Сингапур, поэтому такой вот более обобщенный азиатский рынок. Анна, ты покупаешь ebay? Покупаю, бывает, да. Ты так смутилась почему-то. На самом деле, если продолжать мысль, то я считаю, что действительно конкурентов на данный момент ebay в России нет, за исключением также иностранных игроков, ну типа Alibaba, ресурсы, которые также заявили о том, что он смотрит по направлению в России и тоже планирует выйти в Россию. И здесь, собственно, все будет зависеть от ebay, кто первый, да, и насколько он тщательно будет поработать интерфейсы. Если будет все русифицировано и удобно, да, и любой человек, любая там бабушка сможет заказать, вот, без проблем-то, почему нет? Это, конечно, там взрывной рост, я думаю, что обеспечен, хотя уже позиция хорошая. А вот ключевой вопрос, мне кажется, на сегодня по поводу входа ebay, как первого серьезного игрока электронной коммерции с запада, вот впервые есть инсталляция электронной коммерции, до этого приходили сервисы, Google, Facebook и прочее, а вот электронная коммерция пока еще серьезно не вставала, по крайней мере, так масштабно, по моим замечаниям, в Рунете. Вот главный вопрос, является ли основным преимуществом, пресловутой, упоминаем многократно нашими игроками, преимущество в цене. То есть главный тезис, который наверняка, ну, точно знает Владимир Догов и знают мои коллеги наверняка, который озвучивает часто электронная коммерция Рунета, то, что, ах, эти западные онлайн-магазины не платят НДС и не платят импортные пошлины. Именно поэтому они и выигрывают в конкурентной борьбе. Александр, ты что думаешь по этому поводу? Ну, в принципе, я с этим согласен, то есть такую же конкуренцию составляют и магазины из Китая, то есть которые приходят сейчас, да, и берут именно ценой. Два направления, верно. Меньше издержка на логистику, да, меньше, и люди готовы ждать иногда месяцами, то есть заказы от Нового года, ноября, да, они пришли только ближе к весне. Выигрывает, получается, цена. То есть более или менее уверенность площадки в продавце, да, в том, кто продает, это за рубежом, вот, и, соответственно, более. Согласен с тем, что это ассортимент ассортиментом, но вот есть мнение со стороны, что все-таки основное преимущество это, ну, во многом дырка в законодательстве. Почему дырка? Ну как, потому что законодательство современное, российское, оно писалось до интернет-времен, и вот такой масштабной электронной витрины с представлением товаров не было, который есть сейчас в виде Бэя, ну и других магазинов электронных. Ну, давайте посмотрим на это с другой стороны. Мы говорим о таможенном законодательстве. Таможенное законодательство писалось совсем недавно, то, которое работает сейчас. То есть ему года 3-4. Это таможенное законодательство говорит, что в случае покупок за рубежом, за рубежных интернет-магазинов, каждый житель России имеет право получать товаров на сумму до 1000 евро в месяц без пошлин. И люди, которые писали, они прекрасно понимали, в русле чего лежат эти самые цифры, да, это стремление страны пойти в ВТО, да. Я совершенно не согласен с заявлениями локальных игроков рынка о том, что тут не происходит вот того и не происходит этого, потому что НДС здесь нет, да, если вы импортировали что-то и продали это жителям нашей страны, то НДС вам возмещается. Да, все, что есть, это таможенная пошлина, знаете, скажем, она 10, максимум бывает там 15% на те товары, о которых мы говорим. Поэтому вот не в этом дело. В общем, вы авторитетно утверждаете, что проблема раздута. Да, конечно. Не, ну, когда, давайте так, либо мы идем в ВТО, либо мы говорим, что ай-яй-яй-яй. Это моя любимая фраза, девочка, ты хочешь, чтобы тебе отравили голову или ехать на дачу. Да. Ну, то есть, это ведь другая, другая калинкор получается. Действительно, если речь идет о 10-15%, я вот, например, не знаю таможенных пошлина, но если 10-15% на одной чаще весов, и их не доплачиваешь при покупке того или иного товара, скажем, на eBay, но ждешь, ну, там, месяц-два порой, то есть ждешь какое-то время, или покупаешь товар на 10-15% дороже, однако курьер у тебя у порога завтра. В общем, тогда получается, что силы равны. Ну, и давайте скажем еще так, что доставка товаров, ну, скажем так, стандартные примерно килограммовые посылки из Соединенных Штатов сюда, а Соединенные Штаты — это довольно большой рынок для покупателей eBay и в России, это где-то будет долларов 40, а то и сильно больше, да, там от разного способа доставки. Видите, 40 долларов, 10% там может еще 400 долларов чекать, вот так, хорошо получается. На самом деле нет, конечно, цена — это, да, это выбор, но, я говорю, надо помнить о том, что там есть доставка. Это выбор. Я понял, ну, то есть получается, что доставка может съесть цену преимущества таможенной пошлины еще и с запасом, еще и сделать больше. А ты вот что, Анна, покупаешь на eBay? Ты так смущался, я снова тебя смущу этим вопросом, чтобы понять одежду. А здесь ты не покупаешь, почему ее в России? Ну, просто зачастую нет даже таких марок. А ты не боишься, что купив, условно, в магазине, там, взять еще один, про это работали вы, Озон, значит, или там, не знаю, купи VIP, тот же самый, звучащий громко, и лам-ламода, что угодно. Покупая там, ты имеешь возможность обменять быстрее, там, не знаю, как с eBay сложнее, наверное, значительно, ты имеешь возможность примерить даже нередко, если есть такая договоренность с магазином, а там ты не имеешь только возможности. Да нет, как-то не смущает. Мне кажется, это уже, кто покупает на eBay, это образ жизни, вот, и как-то... Давайте я скажу про ничего не другое. Она, если купит на eBay, она будет одна в Москве такая, а все остальные, ну, вот. Я правильно понимаю, что ваша рекламная компания тоже, вот, получается, что мы отчасти льем воду на вашу мельницу, так я вдруг понял, и отстартовали сегодня вместе с рекламной компанией, но при этом это не было ни на секунду попыткой помочь рекламе, а хотелось просто услышать комментарий непосредственно из первых уст. Так вот, не означает ли это, что ваша рекламная компания, она изиждется вот на таком тезисе, то, что покупает то, что, ну, уникальное, покупает то, что не купить... Ну, по сути, да, потому что мы говорим, что для этого ролика, там, закадровый текст, мы купили на eBay вот все, что вы видите в этом кадре, и там действительно есть все. Совсем коротко, 10 секунд. Куда стремится «Бэй» в России? Какой образ победы? Ну, наверное, сделать так, чтобы мы были действительно лидером в... Электронная коммерция? Ну, кроссбордер точно, то есть то, что трансгранично... Через минуту про eBay. Ну что ж, мы продолжаем. 1.48 в Москве, это программа «Рунет сегодня» от 8 апреля 2014 года. Мы звучим на 99.6 в Москве, либо на финанс.фм. Напомню также, что можно слушать нас в подкасте, и делая это, вы не пропустите ни одного эпизода программы, и будете всегда в курсе всех главных событий онлайна, социальных сетей, интернет-бизнеса и цифровой среды в целом. Меня зовут Максим Спиридонов, гостья выпуска Владимир Долгов, гендиректор eBay Россия, Анна Ветринская, гендиректор агентства перформанс-маркетинга «Адвентум», и Александр Алимов, директор по развитию «Юрроуд». Коллеги, прежде чем поговорить о последующей новости, хочу поделиться соображениями. Не думаете ли вы, что Google поступает опрометчиво, позволив создавать на базе своей операционной системы Android, своего рода специальные редакции операционных систем, которые порой имеют мало общего с самим Google. Когда это делают производители смартфонов и планшетов, там, Samsung или HTC, еще куда не шло. Но когда это делают Amazon успешно, когда это делают Facebook вот сейчас, это, ну, если не прямые, то такие косвенные конкуренты. Так, скажем, не делает Apple, даже близко не допуская никого к своей операционной системе. Вот насколько это действие Google кажется вам логичным или, наоборот, неосторожным? Владимир. Ну, там, кроме Amazon, надо добавить еще и Barnes & Noble с Нуковским ридером, который тоже на Android. Ну, Android — открытая платформа. Да, есть вообще вот в индустрии есть две модели — закрытая и открытая взаимодействие. Первая — это Apple. И мы видим, что происходит с Apple, да, то есть он потерял тот темп в развитии, который был. И Google, Android — открытая платформа. И, в общем, я думаю, что она, по-моему, уже, если я правильно помню по цифрам, она доминирует по миру. — Доминирует по миру, несомненно. Но по поводу Apple тоже можно там дискутировать, потому что причины, некоторые стагнации, которые можно наблюдать, наверное, по Apple, а может быть даже и начало, не дай бог, снижения темпов развития, они все-таки, наверное, в подчеркнутой роли, которую играл Стив Джобс, как некий уникальный одиночка и руководитель всей вот этой вот Apple-революции. — И да, и нет, потому что, мало кто помнит, много лет назад Apple делал однажды открытую платформу. Apple позволил собирать маки третьим компаниям. Это было недолго, это было года три, было несколько маковских клонов. Apple свернул это дело, кстати, это совпало с возвращением Джобса, перестал лицензировать платформу, причина была простая — не то качество, не тот уровень, не те ощущения. Так что разные есть вещи. — Александр, коротко, с твоей точки зрения. — Ну, мне кажется, это не совсем русло Facebook, поэтому какой-то конкуренс Android не составит, то есть навряд ли они будут развиваться в этом направлении очень активно. То есть телефон — это все-таки в первую очередь телефон на базе Android, созданный, а уже к нему, как дополнительное ответвление, как вот пример Linux, да, есть много разных редакций, сборки, но тем не менее производитель остается один и тот же. — Linux, пример, может быть и близкий, но не сопоставимый по популярности. Android — самая популярная операционная система. — Согласен, да. — И массовая, а поскольку у Facebook тоже массовая история, то вот они просто борются за медиавлияние, за время пользователя. Они на одном поле играют, вот в чем дело. Анна, совсем коротко, твое мнение. Android нужно закрывать? — Ну, зачем же? — Зачем же? — Не нужно, окей. — Конечно, показатели хорошие, да все делают правильно. — Сейчас послушаем продолгожданную для многих премьеру Facebook. Социальная сеть Facebook предоставила программную оболочку Facebook Home для смартфонов и планшетов на базе Android. Сервис позволяет изменить интерфейс гаджета для более удобного взаимодействия с соцсетью. Инструмент можно будет бесплатно скачать в магазине приложений Google Play, начиная с 12 апреля. Почти два года по рынку ходили слухи о том, что Цукерберг собирается выпускать Facebook Phone, смартфон от социальной сети. Марк Цукерберг эти слухи опровергал. И вот на минувшей неделе был представлен смартфон HTC First с программой, программной оболочкой от соцсети. Само устройство оснащено 4-дюймовым 4,3 дюйма, если быть точным экраном, двухъедерным процессором и поддержкой 3G и 4G различных диапазонов. Как вы оцениваете значимость этого выпуска, Анна? Ну, как вам сказать, на самом деле здесь с одной стороны нужно понимать, а что это за телефон, собственно, насколько он технологичен и действительно встанут все остальные и начнут покупать, допустим, там... Ты имеешь что, аппаратный телефон? Сам аппарат, да. Ну, аппарат не так значим все-таки, все-таки об оболочке больше. Да, если говорить об оболочке, то это, несомненно, еще один шаг по развитию Facebook. Опять же, если говорить об оболочке Facebook в России, да, и то, скорее, здесь нужно было... Еще один шаг. Да-да-да, выпускать ВКонтакте фон, да, или там Одноклассники фон. Маленький шажок Марка Сукерберга, огромный прыжок для социальной сети Facebook. Там есть еще история с некоторой его политической карьерой, да, и это еще, на мой взгляд, как одна точка влияния, в общем-то... И можно пушу и давлениями присылать, голосуйте за тот же ребят. Конечно, да-да-да, все. Ну, для фанатов, в общем-то, Facebook почему нет. У нас на связи Сергей Вильянов, главный редактор издания МирПК. Мы традиционно обратились к нему с просьбой о комментарии по мобильной тематике. Сергей, слышите нас? Да-да-да, здравствуйте. Ваше впечатление от старта вот этого вот Facebook фона, ну или самой оболочки? Вы знаете, мне очень понравилось ваше замечание вот насчет этого маленького шажка для Facebook. На самом деле, как мы помним, первые Facebook фоны появились еще в 2010 году, то есть довольно давно. Просто тогда, как ни странно, всех больше волновало, что это аппарат, новый аппарат HTC, а Facebook, ну, было для красоты. Там телефоны называли Сальса и Чача такие функциональные. Ну, там, по-моему, не было так глубоко это все интегрировано. Ну, там была кнопка аппаратная, там оболочка была такая для того времени довольно революционная, но, тем не менее, успех они не снискали. А в 2014 году получается обратная история. Никто уже, в общем-то, не вспоминает, что это новый телефон HTC, зато всех очень волнует, что это новый такой Facebook-офон. То есть за это время получается, что роль Facebook драматически возросла, а HTC, наоборот, несколько упала. Вот, а что касается самого аппарата, вот ваша собеседница сказала, что там надо рассуждать еще по поводу технической части. Технической части там все хорошо, и такой очень крепкий середнячок, даже ближе к флагманам по характеристикам, поэтому технически все очень хорошо. А что касается самой оболочки, у Facebook есть очень большое желание, чтобы люди каждый день хотят, они этого или не хотят, начинали свой день с Facebook, с просмотра сообщений своих друзей и особенно рекламных сообщений. И вот этот шаг, он сделан, он очень заметен, он очень выпуклый, и мне кажется, что вот благодаря тому, что это приложение можно же ставить не только на Facebook-офон, но и на ряд других аппаратов, в том числе популярный Galaxy S3, мне кажется, что это очень правильный, хотя и небольшой шаг для Facebook. А верно ли было то, что они построили свою платформу Facebook Home на базе Android? Не стоило ли делать свою вообще мобильную систему, раз уж такой вот замах, у них миллиардная аудитория, у них амбиции быть одной из ведущей корпораций, он и корпорации мира? Вы знаете, нет, мне кажется, что это абсолютно правильно, потому что делать свою платформу, не имея опыта разработки вот таких мобильных платформ, какой есть у Google, какой есть у Apple, какой есть у Microsoft, им было бы просто безумно тяжело, и скорее всего это получилось такой какой-то такой уродец, который бы вызывал чисто такое снисходительное любопытство. В данном случае они опираются на хорошую мощную платформу с огромным количеством приложений, но грамотно допиленную так, чтобы вот это можно было использовать в своих личных целях. Я думаю, что они на самом деле с Google немножечко поделились, потому что, конечно, Google не очень был бы рад тому, что вот за их счет кто-то зарабатывает. Я думаю, что там есть некая такая коммерческая подоплека в отношениях. Спасибо большое, это был комментарий Сергея Вильянова, главного редактора издания МирПК, к выходу в Facebook Home. Владимир, а вы как думаете вообще, как Google смотрит на выход этой оболочки? По идее, прямо конкурентный продукт Google Plus? Во-первых, Google ее утвердил, потому что она, если она попала в Google Play, то означает, что она прошла авторизацию. Я думаю, что, конечно, там была не просто авторизация, традиционная авторизация для приложения, это были переговоры. Да, и плюс на самом деле вторая вещь, когда ведь каждый производитель, он все-таки утверждает телефоны у Google, там, ну, Android денег это не стоит, но Google просто так следит за тем, чтобы все было хорошо с качеством. И это тоже случилось, да. То есть мы говорим не только про программу, которая находится в Google Play, мы говорим еще и про новый телефон, который тоже явно, так сказать, на него смотрели специалисты, которые занимаются Android. Добавлю, Home позволяет оболочкой видеть прямо с домашнего экрана смартфона ленту новостей в соцсети, кроме того, система оснащена мессенджером ChatHeads, который объединяет в себе чат Facebook и программу обмена SMS сообщениями, то есть вся коммуникация в одну ленту заплетается. Первые месяцы Facebook Home реклама показываться не будет, но затем все же она, вероятно, появится. Будешь пользоваться, Александр, Facebook Home? Я Android, честно, вообще не пользуюсь. Я только iOS, но если я правильно понял, то телефон от Facebook вообще, в принципе, будет стоить там 100-200 долларов, то есть цена будет идти на понижение по Android в целом. Поэтому, наверное, это просто способ изменить оболочку для тех, кому Facebook очень нужен. То есть те, кто действительно каждый день находится в социальной сети, для них это будет большим плюсом. В остальном, мне кажется, для остального рынка это будет просто еще одно предложение. Представить себе, что появится нечто подобное сверху iOS, боюсь сказать, светотатствуя. Навряд ли, но, в принципе, есть куча различных уведомлений, то есть также предложений, но почему-то они остались без внимания. То есть вот эта новость более широкий резонанс получил. Дмитрий, что какие предложения? Приложения для... А, приложения? Приложения, да, то есть расширяющие на... Ну, приложения приложением, а вот оболочка, которая закрывает, как вот, как ширма, закрывает родную операционную систему, на ней сидя и отчасти даже паразитируя, это другая история. Анна? Да, ну, у меня такая возникла ассоциация, наверное, отвлеченная на тему. Голливудские звезды открывают какие-то свои магазины, там, выпускают духи, там, не знаю, одежду, да. А Цукерберг вот решил выпустить Facebook HSC First, да, и Facebook Home. Ну, то есть такая вот история. В твиттере Максим Спиридонов, который мы используем в рабочее время в служебных целях, в моем твиттере лично, мы спросили, установите ли вы на свой смартфон Facebook Home. И для чего? Ответы такие. Установлю по тесте для начала. Дальше ответ. Нет, мне это не нужно. Дальше. Нет, не установил бы и аналог от любой другой соцсети. Это уже не использование, а поклонение. Но это, видимо, человек не видел поклонников Apple, серьезных. Нет, значит, дальше ответ. Нет, так как не вижу в нем абсолютно никакого смысла. Вот. Ну и в таком духе. В общем, в духе потестить готовы, а вот всерьез, по крайней мере, из наших слушателей, я сейчас в ленте, где перепутались твиты по другим вопросам, не вижу ответов таких «да», я немедленно поставлю это предложение. Вообще, кстати говоря, сегодня онлайн и сейчас эти социальные сети, они постоянно пытаются захватить все наше время. Так, чтобы не просто выходили в интернет, а не уходили из него никуда. Это тоже такой момент, которым стоит задумываться и, может быть, даже насторожиться на этот счет. Так, закончу несколько в философском ключе. Коллеги, пора заканчивать. К сожалению, время пробежало. Спасибо огромное за ваше время и за то, что дали свои комментарии к тем событиям. Напомню, что в студии были Владимир Долгов, гендиректор «Ибейру», Анна Ветринская, гендиректор агентства «Перформанс Мартинга», «Адвентум» и Александр Алимов. Меня зовут Максим Спиридонов. Слушайте нас каждый понедельник. Подписывайтесь на подкаст-трунед сегодня. И пока. Субтитры подогнали Симон.